А главным к этому часу в студии Анна Бородина. Здравствуйте! Когда на счету каждый гектар в регионе продолжается борьба с лесными пожарами. Примерить на себя культурное наследие региона в Краеведческом музее внедряют современные технологии. В начале о ситуации с пожарами в регионе. В Забайкалье за последние сутки ликвидировано 47 лесных пожаров, действуют еще 66. Губернатор Александр Осипов лично контролирует ситуацию и сегодня работает в Карымском районе. Здесь тушат два лесных пожара, один из них в 7 километрах от села Жимбира. Угрозы населенному пункту нет, условия для пожарных непростые, некоторые работают без выходных, но для защиты края готовы сражаться с огнем даже при таких обстоятельствах. Борьба ведется за каждый гектар. Сразу же дополнительные силы к нам поступили. На помощь у нас пришел из Читинского участка. Арс сейчас работает здесь на пожаре. И из Олингуйского участка у нас тоже пришел Арс. Поставка воды ведется, количество ЛПС сейчас на данный момент здесь 20 человек, тоже силы наращивали посредством из других участков. У нас пришла маневренная группа 11 человек. Вчерашний вечер мы добавили на пожар. И бригада ЛПС из Хилокского участка. Сил на данный момент хватает, работа ведется. Более всего раз свою работу сделают, соответственно, и люди пойдут с одной стороны на отжиг, с другой стороны на тушение. Народный фронт передал забайкальским военнослужащим два новых дрона, деньги на которые помогли собрать сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены Забайкалья. Залентой квадрокоптеры в основном используют для разведки местности, доставки провизии, боеприпасов и воды. К середине июня у нас была необходимая сумма. Получилось так, что мы смогли приобрести два тех самых дрона. Может быть, это маленькая капля во всей потребности армии, но мы очень надеемся, что наши усилия, наша забота, наша любовь, наши переживания по отношению к нашим ребятам, к нашим бойцам, через вот эти покупки поможет им и выжить, и сохранить жизни, и масса тех задач, которые может эта техника выполнять. Если вы хотите помочь нашим землякам, то можете принести технику и снаряжение в штаб Народного фронта по адресу город Чита, улица Чкалова, 124, кабинет 217. Всю информацию можно уточнить по телефону 21 20 07. И в продолжении темы. Забайкальские волонтеры в составе пяти человек отправились с гуманитарным грузом на Донецкое направление. Наша съемочная группа встретила добровольцев на пути их следования между Балигой и Петровским заводом. Сегодня они уже прибыли на место. Все подробности в нашем сюжете. Все, слава Богу, передали бойцу посылку. Наша миссия выполнена. Спасибо Господи за молитвы. Но еще путь длинный, еще 500 километров. Они не любят пиара и о своих делах не кричат во всеуслышание. Вот и на этот раз тихо собрали гуманитарку и тихо отправились в зону СВО на Донецкое направление. Но утаить свой отъезд им не удалось. Наша съемочная группа возвращалась с командировки. И у придорожного кафе мы встретили команду забайкальских волонтеров. По их просьбе называть фамилии не будем. Тем более, что у каждого из них есть свой позывной. Кто-то едет туда впервые, а вот Наталья уже во второй раз. Она натура творческая. В школе преподает уроки музыки и руководит музыкальным коллективом. В апреле Наталья с командой единомышленников уже ездила на СВО. Тогда они выступали перед бойцами с концертами. Везем гуманитарную помощь, также передадим автомобиль. Но я лично взяла автомобиль, пока нахожусь в отпуске. Решила тоже помочь прямо там. ДНР, ЛНР, где нужна работа в плане перевозки. Вот наши ребята с северного района перестали получать адресные посылки. Но как-то теряется, нет людей, которые могли бы этим заниматься. Но вот моя миссия – найти каждого человека, передать эти посылочки. И самой на душе будь спокойна, когда все это сделаем. Ирина – активистка из сводного добровольческого отряда «Гуран». Отправляется на СВО впервые. В составе нашего отряда 18 районов Забайкальского края, которые с самого начала СВО оказывают помощь ребятам, находящимся за лентой. Собираем гуманитарный круз, отправляем очень много пунктов плетения маскировочных сетей. Мечтала поехать. Спасибо ребятам, что пригласили. Хочется напитаться вот этими живыми эмоциями от парней, от наших героев, чтобы донести до людей, насколько важна помощь народа нашему фронту. Среди команды этих волонтеров есть человек, который на свои личные деньги приобретает все самое важное и необходимое для наших бойцов. Но говорить об этом, тем более на камеру, Владимир Игнатьевич отказывается. Дело надо делать, а не болтать. Этой фразой он и закончил наш разговор. За все время, в октябре уже будет два года, мы, кроме меня, Владимир Игнатьевич нам порядка шести миллионов потратил. Я так оцениваю. И только этот автомобиль год он прослужил на Луганском направлении, Казачья национальная гвардия, Всевеликое войско Тонского, Луганский округ. Машина потом была повреждена, износилась. Вернули ее опять же в Читу за счет средств Владимира Игнатьевича. Провезли ремонт, тут вложение, наверное, тысяч на шестьсот. А сейчас опять машина переходит теперь уже на Донецкое направление, в наш Читинский ремонтно-статтное батальео. Победа будет только за нами. Тут даже можно не сомневаться. Это только вопрос времени, когда. Будем разным образом приближать. Тем более с нашими земляками, которые более-менее едины. Команда волонтеров из Забайкалья благополучно добралась до пункта назначения в прифронтовую зону. Путь от Читы до конечной точки маршрута занял семь дней. По понятным причинам мы не показываем передачу гуманитарного груза бойцам СВО. Но все, что было запланировано, доставлено. Мы продолжаем рассказывать о людях и достижениях, которыми может гордиться Забайкалья в рамках регионального проекта «Герои победы. Будущее». По поручению губернатора в крае продолжается работа по обновлению инфраструктуры музеев, театров, библиотек и школ искусств. Совсем скоро в Забайкальском краевом краеведческом музее появится новое инновационное оборудование. Все задумки удалось воплотить благодаря участию региона в национальном проекте «Культура». Услышать голос не самой ласковой кошки Забайкалья и не только. Новое оборудование краеведческого музея позволит по-новому посмотреть, а где-то пощупать и даже примерить на себе культурное наследие региона. Мы заказали как традиционное оборудование. Это витрины, но с определенными качествами. Витрины, которые создают атмосферу обеспыливания. То есть там они полностью непроницаемы и, соответственно, предмет в них в сохранности. Сейчас еще ожидаем современное оборудование для того, чтобы рассказывать о музейной коллекции. Это виртуальное зеркало, где наши посетители смогут увидеть себя в различных образах. Это киоски информационные, где также можно расширенно узнать об экспозиции, посмотреть карты, фотографии загруженные, всевозможные задания выполнить, в том числе игровой контент там будет. Уже сейчас в фондах хранилища находятся специальные сейфы, шкафы, оборудование для обеззараживания предметов и виртуальные очки, с помощью которых можно будет попутешествовать по Чарским пескам, а в будущем и по другим интересным локациям края. К тому же еще готовится очень интересный медиагид в виде кота Павасика, с которым можно общаться будет, глядя в свой смартфон и путешествуя по нашему музею. Он тоже будет загадывать загадки, шутить. В общем, надеемся, что будет такой забавный, интересный друг, особенно у ребятишек. Губернатор Александр Осипов лично курирует реализацию нацпроекта, ведь он направлен на реальное улучшение качества жизни забайкальцев и расширение их кругозора. Несмотря на многообразие инновационной техники, цены на входные билеты подниматься не будут, а тематические выставки смогут посетить все желающие. Софья Иванова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье». Напомним, в «Забайкалье» на портале «Главная75.ру» продолжается масштабное голосование в рамках проекта «Герои. Победы. Будущее». Если в вашем окружении есть настоящие герои нашего времени, расскажите о них, пройдя по QR-коду, который сейчас на экране. О достойных жителях Забайкалья должна узнать вся страна. А теперь коротко о других темах выпуска. Смотрите прямо сейчас. Кто в лидерах и какие сроки? О благоустройстве территорий в районах края поговорили с руководителем Департамента по развитию муниципальных образований Забайкалья. Сладкий бизнес. Семья Приженниковых проводит экскурсии на своей пасеке и угощает сладким медом. По маршруту чайного пути шеф-повара из России и зарубежья приехали в Агинской, чтобы попробовать настоящий хар-хок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олег и Юлия Приженниковы с 2022 года занимаются пчеловодством. С недавних пор супруги начали проводить экскурсии для забайкальцев. Рассказывают о жизни пчел, производстве меда и не только. Познакомились со сладким бизнесом и мои коллеги. Ни свет ни заря Олег Приженников, отложив в сторону финансовые проекты, надевает защитный костюм и идет на другую работу – сладкую. Внимание пчеловода требует порядка пяти миллионов полосатых тружеников на пасеке. С самого утра они собирают нектар для будущего меда. Тоже представляет из себя один килограмм меда – это три килограмма нектара, 100 тысяч вылетов и 150 миллионов цветов, которым пчелам нужно будет посетить. Наша пасека получает меда порядка трех тонн. Представляете, да, сколько нужно пчелам поработать, сколько нужно совершить вылетов и сколько километров пути нужно преодолеть, чтобы получить такой объем. А после сбора пчелы относят нектар в улей. Здесь и начинается производство. Здесь мы можем увидеть нектар, принесенный пчелами, который они перерабатывают в мед. Когда они его закончат переработку, они его запечатывают крышечками. Вся переработка заключается в том, чтобы разнести этот нектар по ячейкам. В конце рабочего дня они выстраиваются и начинают крыльями вентилировать, выгоняя лишнюю влагу. К этому меду пчелы вернутся только, чтобы поесть, как, например, в этих ульях. Это пчелиный роддом, детский сад, школа и центр занятости. Здесь пополняются ряды армии рабочих. А в этих многоуровневых апартаментах живут медоносы, главные поставщики продукции. Видите, какой мед тяжелый, да, на нашей пасеке. Очень тяжело. Вот такой корпус может весить где-то порядка 50 килограмм полный меда. Одна рамка меда, она весит почти 4 килограмма. То есть это почти трехлитровка меда туда вмещается. И поэтому здесь требуется неимоверных усилий. В этих ульях пчелы уже начали печатать мед. Через пару дней первая партия будет полностью готова. О жизни маленьких работяг Олег Приженников знает все. Сладким делом он занимается с 2022 года. Начинал с малого, нескольких ульев. Сегодня же активно развивает производство. Вместе с супругой они делают не только мед, еще мыло, косметику. Даже пчелиный воск идет в дело. Сюда мы заряжаем сразу 35 рамок. С помощью парогенератора подается пар. И в итоге мы получаем вот такой вот чистый воск, который используем для производства вощины, а также производства свечей на своей пасеке. В семье Приженниковых пятеро малышей за год вместе они съедают до 100 килограммов меда. Дети, знакомые с пчелами, помогают папе на пасеке и маме в огороде. А еще ухаживают за курами. Юлия, жена пчеловода, уже и не помнит, когда в последний раз они выезжали в магазин. Пчелы наши кормилицы в любом случае. Они нам помогают. Также опыляют мои цветы, мои ягоды, урожай. Пчелы вообще одна польза сплошная. Мы сахар не едим, стараемся минимизировать. И у нас вместо сахара в каше, в кисели, то есть везде идет мед. Выпечку немного кладем. Пчелы не только кормят, но и лечат семью Приженниковых. Пчелами можно лечиться. Я регулярно прохожу курсы апитерапии, потому что нагрузки на опорно-двигательный аппарат большие. Иногда приходится применять и массажную систему, и курс пчелы у жалений. Об этом Олег и Юлия рассказывают на экскурсиях. С недавнего времени у супругов появилась возможность проводить мастер-классы и дегустации для забайкальцев. Кроме того, Приженниковы – активные участники вкусных пятниц и школы фермера от Россельхозбанка. В планах на следующий год работать над увеличением пчелиной семьи. Забайкальский край представил сразу 19 проектов на всероссийский конкурс благоустройства среди регионов Дальнего Востока. Результаты объявят совсем скоро. О том, какие районы борются за федеральную поддержку и как сейчас реализуются проекты победителей прошлого года, мы поговорим с гостем нашей студии, руководителем Департамента по развитию муниципальных образований региона Павлом Волжиным. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим о проектах-победителях прошлого года. Какие это районы и как сейчас идет реализация инициативы? В целом, сегодня, если характеризовать в общем работу, техническую готовность, динамику, то у нас по всем проектам срок окончания, вообще по распоряжению губернатора, срок окончания работ по благоустройству в регионе 15 августа. У нас все муниципальные контракты до 15 августа утверждены, подписаны, соответственно. И из 12 проектов 10 будут точно сданы в срок, они сегодня идут в графике. По двум проектам нам, к сожалению, пришлось принять решение о продлении. Ну, по причинам, которые, можно сказать, так были внешними, либо в процессе реализации проектов приходилось дорабатывать. Я сейчас поподробнее расскажу. В целом, процент готовности уже высокий на всех проектах. Это порядка 60-65%. И рисков на сегодня мы закрытие, завершение в 2024 году, незавершение, вернее, не видим. То есть предстоит нам все достроить, принять, сдать и торжественно открыть. С максимальной степенью готовности два проекта. Это при Аргунск. Там глава очень хорошо, активно отработал в прошлом году с подрядной организацией. Заключились в 2023 году проект. То есть срок реализации, срок начала этого проекта, работа над ним, числится с июля месяца прошлого года. То есть уже год подрядчик на объекте. И там практически 90% степень готовности. Проект называется «Семейная поляна». Расположен он в центре Паргунска, в парке, в городском парке, который спросом большим пользуется. И тут нужно должное отдать главе округа Лугунова Евгению Викторовичу. Он изначально очень хорошо отнесся к созданию этой среды. И по комфортной городской среде за счет федеральных денег было поэтапно вложено туда немало средств. И парк сегодня выглядит на достойном уровне. Но вот эти 60 миллионов рублей федеральных средств, которые мы выиграли, и сейчас проект реализуется, они сделали общую хорошую картину. И парк реально стал парком. И я думаю, что это принесет радости и принесет больше пользы для местного населения. Там создали интересные такие мероприятия, зоны функциональные, которых никогда, наверное, не было в Паргунске. Сделали сухой фонтан. Буквально месяц назад закончили его сборку и сделали первый запуск наладочный. Все работает, все красиво. Я уверен, что с учетом погоды, которая сегодня стоит, у местных детей будет спросом пользоваться это место очень сильно. Хорошо, в хорошем темпе и с хорошей технической готовностью реализуется проект в Горном. Это наше объединение территориальное, которое имеет статус особого, является закрытым. Но, тем не менее, там можно реализовывать проекты за счет федеральных средств. Также с начала года подрядная организация с города Улан-Удэ осуществляет там ремонтные работы. Процент готовности, тех готовностей порядка 80. Очень хороший проект. Сделан в концепции вот такого закрытого пространства. Небольшое уютное место с малой архитектурной формой в виде гор и с муралами, которые будут расписаны, и уже расписана часть заборов, которые окружают это пространство. Ну, конечно, пешеходные дорожки, малая архитектурная форма в виде амфитеатров и качели-карусели, где местные дети могли бы отдыхать. А в целом хочу сказать, что проект по благоустройству, проект по благоустройству за счет федеральных денег реализуется успешно в регионе. Это очень хороший шанс для сел и поселений преобразить свои территории, для жителей, которым, по сути, негде организованно сходить, погулять. Вот в этом году мы в 12 населенных пунктах эти задачи выполним. Вот да, в этом году 12 проектов, а в следующем подали заявки 19 уже объектов. Это какие районы и вообще, в принципе, какие проекты предусмотрены? Все верно. Значит, по решению и по поручению президента конкурс, о котором я в самом начале говорил, проделен до 2030 года. И для субъектов ДФО, для отдельного конкурса, будет ежегодно выделяться по 5 миллиардов рублей. Это очень хорошие деньги для всех субъектов, для Забайкальского края. Это шанс как раз постараться преобразовать этих 3 населенных пунктов. Также по поручению Александра Михайловича мы подготовили в 2024 году и заявили все проекты, которые у нас из 30, там 12 мы построили, да, их должно быть 18, но там у нас еще плюс один проект, как говорится, нарисовался. Мы его подготовили и направили. То есть мы максимальное количество населенных пунктов, которые могли подать, мы их подали. Павел Владимирович, спасибо за беседу. Напомню, о благоустройстве общественных территорий мы говорили с гостем нашей студии, руководителем департамента по развитию муниципальных образований региона Павлом Волжиным. Полную версию интервью смотрите на нашем YouTube-канале и в социальных сетях. В эти дни в Чите в рамках масштабного форума «Новые горизонты» проходит международный фестиваль «Вкусы народов Забайкалья на великом чайном пути». Сегодня на пресс-конференции приглашенные повара поделились впечатлениями от национальных ингредиентов, которые лягут в основы уникального забайкальского меню. Если гостей встречают по одежке, то они оценивают хозяев по их кухне. Поэтому в Забайкалье для привлечения еще большего количества туристов, в том числе и из других стран, будут развивать сферу общепита. Для этого в Читу пригласили именитых шеф-поваров со всего мира. Для туриста интересно, могу кушать это блюдо только именно там, где они умеют ее готовить, и из местных продуктов. Именно здесь надо создавать местные блюда, которые есть у вас, и чтобы повыше ее поднять и показывать во всем мире. Такие уникальные местные продукты и ищут приглашенные шеф-поварам. Для нас они уже кажутся привычными, но для гостей региона та же самая ранетка уже будет экзотическим лакомством. Сегодня Зарина, например, шеф-повар Забайкаля, принесла мне с утра вот такую вот большую черную смородину, вот такой ревень принесла. А ревень – это очень недооцененный продукт, который во Франции, например, очень щитят и любят. А здесь вот, например, я ни в одном ресторане ревня не видел. Можно делать мороженое, сорбет, соленые вещи, черную смородину принесла мне. Потом нам козленок. У вас есть дикий козел? А где еще есть дикий козел? Я никогда не видел. А мне здесь показали дикого козла. А еще я его попробовал, опять же, у Зарины, а он оказался невероятно вкусный. На их основе мастера международного уровня придумывают новые забайкальские блюда, которые станут отличным дополнением для уже существующей традиционной кухни. Потом ребята уходят работать сутками на кухню. Как я шучу, всех закрываем на ключ на трое суток. И они начинают творить и придумывать. Все рецепты, которые будут созданы в ходе нашей работы, они все останутся здесь. И любое заведение общественного питания Забайкальского края, любой из рецептов, который будет придуман, любого блюда, напитка, соуса, оно сможет использовать у себя в работе. Новое меню вполне себе может стать и визитной карточкой Забайкалья в рамках гастродипломатии. Ведь многие межгосударственные вопросы решаются не только на официальных встречах, но и за обеденным столом. С учетом вашего геополитического положения, ваша территория может быть тем выходом Российской Федерации на ряд регионов, через которые можно политику гастродипломатическую Российской Федерации транслировать за рубеж. Екатерина Пешкова, Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья. И в продолжении темы. Участники гастрофестиваля «Вкусы народов Забайкалья» на Великом Чайном Пути накануне побывали в поселке Агинское, чтобы попробовать настоящий хархок из баранины и традиционные бузы. В числе гостей именитые шеф-повара и бармены из Москвы, Уфы и даже Туниса. Их впечатление от первого дня фестиваля узнавала Екатерина Бокшеева. Агинчане впервые встречают на своей земле таких гостей. И делают это, как полагается, с размахом. Первым делом шеф-поваров везут совсем не на кухню. Вначале нужно наполниться пищей духовной. Если честно, мне кажется, с посещением вашего датсана, я, наверное, уже почти все датсаны посетил, потому что и в Калмыкии вылезти, и в Бурятии. Прям такой свеженький, очень-очень приятное впечатление. Датсан, конечно, это всегда место силы, место, знаете, очень-очень это надо пропускать через себя. За плечами участников фестиваля огромный опыт обучения и стажировки в разных странах мира, работа в знаменитых мишленовских ресторанах и победы в самых известных кулинарных конкурсах. Учился и одновременно работал во французском ресторане. Потом я работал в посольстве Франции более 8 лет, потом я учился во Франции, ну и постекал азы кулинарии, учился, готовил. Потом стал где-то в 23-24 года уже шеф-поваром, при владельце французии, который как раз был мой учитель. Я 7 лет проработал с французом, который был моим учителем, он учил мне европейской, именно французской кухни, что самое главное в всей базе. Далее в 28 лет я стал поваром другого ресторана и потихонечку развивался, менял рестораны, учился, открывал новые для себя в русской кухне, в европейской, в французской кухне. Несмотря на такой внушительный опыт, забайкальцы нашли способ удивить участников гастрокемпа. Специально для них они приготовили любимое блюдо Чингисхана – хархок из баранины на камнях. Это же традиционно монгольское блюдо, то есть монгольско-бурятское блюдо. И раньше, издавая мне, его готовили, было два способа. Одно – это в шкуре барана, приготовили его. Второй способ – это приготовление было в желудке. Сам способ не изменился, в принципе, изменилась только тара. Но и это не все, чем гостеприимные агенчане смогли покорить гостей. Шеф-повара поучаствовали в мастер-классе по лепке традиционных бус, попробовали бовы и десерт из творога халису. Идеально, что многое, что-то похоже на манты или, скажем, кавказские блюда. Но она буза сама по себе, национальное блюдо. У них очень много фигур. У них 33 вот это должно затягивать и должно удержать в среде. Очень много, что у него интересного. Организаторами фестиваля, который продлится до 21 июля, выступили Министерство экономического развития и Агентство по туризму Забайкалья. Заключением Гастрокэмпа станет уникальное меню, которое разработают и представят российские и иностранные шеф-повара вместе с забайкальскими коллегами. Екатерина Бокшеева, РТК Забайкалья. Это были все новости. Подписывайтесь на нас в Телеграм и в других социальных сетях. Если вам есть о чем рассказать, поделиться историей или проблемой, звоните в нашу редакцию по телефону 21 75 03. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова